Что такое Типтроник? Хочу сразу заметить, что нет такого понятия, как автоматическая коробка передач Типтроник. Типтроник это всего лишь одна из дополнительных функций на некоторых автоматических коробках передач. Дело в том, что обычные коробки автомат с момента начала их появления снискали себе славу медленных и тупых. Разработана функция Типтроник была в 1990 году немецкая компания ZF специально для Porsche 911. Коробка передач Типтроник может работать как в режиме чистого автомата, так и в режиме псевдомеханического переключения передач. Причем ручное переключение передач может осуществляться как при помощи селектора сдвинутого в специальный паз в стороне от режима D, так и на некоторых автомобилях возможно переключение клавишами плюс-минус на руле. Для активации режима Типтроник достаточно перевести селектор переключения передач в выемку со значением плюс и минус. При переключении клавишами руля он активируется автоматически. Процесс переключения следующий. Для перехода на повышенную передачу селектор коробки передач Типтроник нужно сдвинуть на долю секунды в сторону значка плюс, ну а для понижения передачи соответственно в сторону минуса. При этом переключения происходят на заранее фиксированные диапазоны оборотов коленвала. Плюсом такой системы является то, что переключения происходят быстро путем небольшого толчка рычага. Минусы механики отсутствуют, то есть нет нужды в перегазовках при переключении, а также отсутствуют какие-либо ударные нагрузки при переходе с одной передачи на другую. Из чего можно сделать вывод, что Типтроник это функция псевдомеханического переключения в коробке автомат. Например, ауди 8 имеет функцию Типтроник. Данная функция в этом автомобиле переключается при помощи перекидных лепестков на руле. Справа клавиша плюс, а слева клавиша минус. Все точно также как на руле для компьютерных игр. Система приводится в действие при нажатии клавиши на руле, но в данном автомобиле режим ручного переключения действует всего лишь 8 секунд. По истечении 8 секунд Типтроник на ауди 8 начинает работать как обычный автомат. К тому же этот режим будет прерван при повороте или торможении двигателем. Вдобавок к этому режим ручного переключения не может действовать дольше 40 секунд, после чего начинает работать классический автомат.